Всем привет! В этом видео поговорим о том, что власти Мали выгнали французскую армию ради военного сотрудничества с Россией. Глава переходного правительства Мали Шагель Какала Маига в интервью в здании Рео Новости заявил, что Россия является важным и надежным партнером, который не ведет двойных игр. По этой причине власти Мали рассчитывают на укрепление сотрудничества с Россией в экономической и военной сфере. Указанными словами, малийский премьер серьезно уколол президента Франции Иммануэля Макрона, поскольку именно французские военные последние несколько десятилетий охраняли правопорядок в стране. Однако делалось это странным образом и никак не отражалось на криминогенной обстановке. Рост преступности вызвал резкое недовольство граждан бездействием французских военных, что вылилось в конечном итоге в свяжение правительства, поддерживавшего связь с правительством Франции. Таков закономерный итог бесславного пребывания французского вооруженного контингента на территории Мали, в задачу которого, по всей видимости, входила лишь охрана компаний, ведущих разработку урановых руд в интересах Франции. Предыдущие малийские власти не препятствовали медленному, но верному разграблению страны. Переходное правительство решило этот процесс остановить. Поскольку собственными силами защитить свои природные ресурсы едва ли возможно, оно обратилось за помощью к российским властям. Новый премьер Маига также пообещал отомстить французам, заявив, что представит Совет Безопасности ООН доказательство поддержки французскими военными незаконных вооруженных формирований, которые занимались в Мали грабежом и нанесли ущерб государству. По словам Маига, когда указанные доказательства будут представлены на суд мировой общественности, люди во всем мире узнают, чем занимались французские военные в Мали. Отмечу, что французский вооруженный контингент спешно покинул территорию Мали 3 августа 2022 года, перейдя границу с Нигиром. В этот день официально завершилась так называемая контртеррористическая операция, продолжавшаяся в течение 8 лет. Французские чиновники под прикрытием военных хотели бы заняться грабежом урановых руд и в Нигире. Однако с учетом роста антиправительственных настроений в этой стране существует высокая вероятность того, что на территорию Нигера французские военные также не задержатся.